Всем привет! Сегодня я продолжу смотреть настоящих японских мастеров Айкидзюцу. И у нас та самая четвертая линия сегодня, школа направления Сагавы. Сагавы-сэнсэ. И дальше идет четвертая основная группа. Есть еще Сагава. Четвертая основная группа содержит студента Юки-йоси Сагава, который считался преемником Токедо-сакава в том случае, если Токедо-такимунэ не выживет во Второй мировой войне. Я, к сожалению, в тот раз не смог найти непосредственно самого Сагавы-сэнсэя и хотел его оставить на потом, просмотрев всех, которые ко мне наиболее доступны. Но оказалось, что человек, который живет в Японии, который, собственно говоря, заказывал эту серию, мне показалось, что была хорошая идея вас развлечь просмотром таких мастеров действительно высокого ранга. Вася Васин, который живет в Японии, мой подписчик, попросил рассмотреть меня в мастеров настоящего айки-дзюца. Он прислал мне целый список видео. И давайте смотреть. Поехали. Наливайте себе попить. Кто-то, может быть, поесть. Ну вот, я буду пить кофе и будем смотреть. Это долгая история. Готовьтесь. Если вы сейчас возьмете вот так свою руку, да, вот так, и развернете пулаку сверху, да, вы увидите, что вот эти все мышцы напряжены сейчас. Вы видите, фиксация сразу происходит. То есть малейшее движение и сразу происходит болевую. Я наблюдал у Кимнамжеки, но уже часто отрабатывал такие вещи для своих техник, казалось бы, но это база. Да, у меня просто передо мной стоит маленький мониторчик. Я вижу, что я снимаю. Пока так. Потом что-нибудь придумаем, да, чтобы я просто мог видеть, что я снимаю. То есть камеру я, к сожалению, просто физически не вижу. Где-то там в темноте, за лампой. То есть она где-то там стоит. И так, поехали. Как я понимаю, молодой парень, который ведет, ну, парень это, мягко говоря, скорее всего, это тоже один из мастеров школы, зовут его Сиода Масахиро. Почему-то Мир Айкидо, канал Мир Айкидо. Вот он, как бы, судя по всему, посетил Дайтарио Айкизюцу, непосредственно профессор Сёдзи Ари Митсу. То есть вот перед нами профессор. Я на всякий случай скажу, что такое профессор. Профессор – это преподаватель. Очень много таких людей в странах Латинской Америки, они называют себя профессор. Ну, вот, видимо, в Японии тоже такая вещь принята, и они непосредственно называют себя профессор. Это преподаватель высокого ранга. То есть, так скажем, вы все знаете, что преподаватели в университетах западных зовут профессор. То есть, такое, в принципе, по всему миру распространено, но просто мы отвыкли от этого. Мы от этого отвыкли, потому что в СССР была негативная окраска слова профессора. И как бы оно пропало, появилось такое, как академик. И туда принимали. Профессора нет, туда не принимают. Это именно преподаватель вуза какого-то. Поехали. Если будут какие-то странные вопросы по поводу того, что у него на лице замазка, да, видимо, это свежее видео, да, 7 марта 2021 года, свежее видео совсем этого года. Это специальная маска, которая отражает брызги от... Когда вы говорите, всегда летят брызги слюны, мелкие, которые вы не видите. Они вывешиваются, да, вот чтобы этого не происходило. У него прикрыта вот такой прозрачной маской. Вроде и лицо видно, и... Как я понимаю, это именно, опять же, японская традиция. Поехали. Я хочу предостеречь народ, да, от того, что многие просто думают, что айкидо и айкизюцу – это одно и то же, да, нет, ничего общего между ними нет. Прошу обратить внимание, что скорее больше общего между айкизюцу и джиу-джитсу. Это обе рукопашные техники, так скажем, без оружия и с оружием, но это больше относится с джиу-джитсу оружием, да, потому что айкизюцу больше относится именно без оружия. Если не считать танбоны всякие, и вары, и прочее оружием, да, и пояса всякие, да, ну, гибкое оружие. То есть, в принципе, это без оружия. То есть, они выходят против вооруженных людей точно так же, как и японские самураи, да, против тяжело вооруженных людей с помощью одной своей техники. То есть, поэтому многие вещи, которые он делает, практически сразу парализуют противника. То есть, в движении, когда его захватили за одежду, вот, он ушел сразу в сторону и уже вывел на захват и на болевой, да. В принципе, это делается очень быстро, очень быстро парализуется противник. То есть, в принципе, все, что к айкизюцу относится, это мне очень близко, поскольку в Хокидо это чистое айкизюцу времен, там, Сакаку-Токеды, то есть, это 40-е, конец 40-х годов, да, 45-й год, да. То есть, никаких вещей, которые зависят от противника, в айкизюцу нет. Нет, вот стоит вот это отметить, да, вот он сейчас долго очень объясняет, похоже, айкидошникам, да, как детям малым, вот. Но смысл в том, что, если бы это было в айкидо, да, человека бы начали вытаскивать на какое-то хождение, чтобы он начал ходить, да. И только на его инерции его вытащили бы на что-то, да. То есть, я тоже с этим знаком, поскольку занимался в хангидо, в корейском направлении айкидо. Ну, вот, и вот все эти вещи, которые происходят, которые он сейчас демонстрирует, они делаются... Противник сам не замечает, вот, обратите внимание, он держал вот так, рука была свободна. После разворота, после того, как он руку поднял, да, рука оказалась вот в таком положении. Дело в том, что вот это уже болевая техника. То есть, мало того, что она болевая, вот эти места все заблокированы в этот момент. То есть, заблокированы, вот, если вы сейчас возьмете вот так свою руку, да, вот так, и развернете кулак вверху, да, вы увидите, что вот эти все мышцы напряжены сейчас. То есть, вот здесь вот напряжена мышца. То есть, вот это очень важно, почему? Потому что, если вот этого угла не будет, будет вот так, то разворот пойдет вот так, и у вас появится степень гибкости дополнительная. Если ее убрать, то все, видите, фиксация сразу происходит. То есть, малейшее движение, и сразу происходит болевой. Поэтому... Вот-вот-вот-вот, видите, первое же движение, он вывел его и просто положил. Есть множество различных исполнений техники. Вы не думайте о том, что техника, она одна, да. Их просто великое множество. То есть, есть завернуть, просто сложить, рука плющится, зажимается вот здесь вот в сгибе, и просто выламываете человеку. Либо просто вот это движение, да, так, так, неважно, да. То есть, он сейчас уже, в принципе, держит его на болевом. Ну, то, что я вижу, это гизит. Вот он, я делаю так, я чувствую боль, продолжаю. Я включил перевод просто и вижу там периодически, что он там говорит. Понятно, что это нифига не понятно, но общий смысл, общий смысл, он как-то улавливается. Так, ну, это одна техника. Вот-вот-вот он демонстрирует, как это работает. Та же самая болевая, но это мне не очень нравится, то, что это в реале. Просто одна техника сейчас вам показывает. Кстати говоря, вот это движение, да, оно используется в айкидо в тот момент, когда захват, перевод, и он потащил, да, вот он противника начинает валить. Но айкидошники валят широко очень, они вот так вот делают, круги такие, да. И вот он валит, и вот рука точно так же, в принципе, вывернута, да, здесь она вот в таком положении, только в прямом, локоть выведен. И вот они укладывают, да, и потом выводят вот это вот движение, когда они выводят вертикально руку. Вот это тот же элемент практически, да. То есть, просто его применение, оно немножечко другое. То есть, оно просто примитивное очень. Противник схватил за руку, развернул, снял руку. Ну, вот, прямо вот здесь вот, в запястье, посадил его просто в пол, носом перед своим коленом. Пожалуйста, можешь его бить, можешь чего угодно делать, можешь его, в принципе, потом положить. Ну, вот. Это базовая техника, это кихон, 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 кихон. Я не знаю, к чему это относится. Сейчас я попробую.